Ну, в общем, срок сказали до 9 апреля. Я ей говорю, девочка моя, если до 9 апреля не получится, но ребенок не выйдет, это уже чересчур. То ты должна уже взять за шкирку и сказать, хотите, не хотите, вы должны вытянуть, не ребенка. Потому что 25 марта где и 9 апреля где? Ну, короче, она меня не послушала. Я ее увидела в последний раз 9 числа. Значит, она 9 не родила. 15 числа, понедельник, она утром проснулась и почувствовала, что ребенок не шевелится. Она позвонила мужу и сказала, ребенок не шевелится. Муж приехал, быстро забрали в Амерхенцию, посмотрели, послушали и сказали, к сожалению, ребенок внутри погиб. Как раз ребенок погиб 14 на 15 число. Отчего? Потому что ребенок сам не мог выйти, надо было киселить. А от того, что места не было и крупный плод давил именно вот этот, откуда поступает кислород, кровь, вот это все, еда. Вот именно давил этот, ну, не знаю, как называется. Ребенок погиб. И мне так обидно. Мне так обидно. Потому что была девочка крупная, почти 4 килограмма. Уже имя дали, комнату сделали, подарки, все. Ну, тебе что тяжело, то, что я, вот как женщина, чувствую. Близнецы, они чувствительные. Они, как сказать, интуиция у них есть. Я же тебе говорила, блин, тебе что тяжело было пойти и сказать, сделайте мне кеселево. Я чувствую, что что-то не то, мне плохо, не знаю, какую-нибудь штуку, чтобы тебе сделали кеселево ребенка. А ей вот это 16 числа кеселили, достали ребенка. В общем, попрощайтесь. Еще ей сказали 4 тысячи евро, чтобы кремировать, потому что они не хотели ее, ну, как бы похоронить. Слава Богу, что свекровь платила, как бы, одну сегуру за сына, да. Тут же есть, что вот моя свекровь платит за внучку, за моего мужа, да, пожизненный вот это, что за похороны. И вот это войдет к девочке. Они не будут платить, они будут кремировать. Но мне так обидно, мне так обидно, девочки. Ну, можно было бы спасти. А врач? Это бывает с миллиона один. Теперь будем знать, в следующий раз, когда вы забеременете, мы уже не будем ждать, мы уже будем снимать раньше. А вчера я ей свекрови говорю, когда она пришла, конечно, я ей дала, как бы, ну, как бы, заболезнование, да. И сказала, она говорит, я знаю, Алина, мне, моя невестка сегодня сказала, что Алина мне говорила, а я не слушала. А теперь, когда я ее, не знаю, вот, когда я ее увижу, не знаю, девочки, она может и... не знаю, я себя так плохо чувствую. Так что, мои хорошие, когда у вас такое случается в Испании, никогда не ждите, что врач скажет, завтраками испанскими будут кормить. Обязательно надавите их. У меня здесь была подруга Наташа, она с Россией. У нее тоже так было. Когда ей сказали, иди домой, так вот, приходи, она как подняла крик, сказала, мне давай, русского врача или русского там этого. Тут же ей киселили и достали ребенка. Мне так обидно за девочку. В общем, вот такие дела. Извините, сегодня грустная история, но реальная история. Я вам просто-то рассказываю, что здесь иногда испанцы, знаете, как вызываешь скорую, да? А, сейчас будет. А, вы можете встать с постели? Ну, могу встать, хотя бы идти до туалета. А, скорая задерживается, ну, возьми такси, приезжай. Или пока не сдохнешь, тебе не сделаем это, да, больницу. То же самое с моей рукой, девочки, вы не знали? Я вам сейчас скажу, мне пришло письмо, что терапевт меня посмотрит, как моя мама говорила, эщьми садки гору, бываю. Ослик, не умирай, пожалуйста, скоро весна. В двухтысячном, двадцать пятом году, в марте, меня только будет смотреть хирург. Целый год ждать. А моя рука не поднимается. Иногда такие приступы дают, что не знаю, куда руку деть. А мне иногда так обидно, что мне ничего легко не дается, понимаете? Вот так все тяжело дается. Все тяжело. Поэтому я уже не буду ни у кого ничего не просить, не умолять. Я просто вот так буду с вами говорить. А вы хотите, смотрите. Хотите, лайк ставите. Хотите, дизлайк ставите. Честно. Потому что я так поняла, что мне все тяжело дается. Все тяжело дается. Все в этой жизни. Все. Только могу вам сказать, я вас люблю, целую и всем. Пока-пока.